приветствую вас уважаемые подписчики на нашем канале новый обзор точнее даже наверное первый обзор оборудование которое мы использовали ну практически все это лето это баня палатка походная полевая фирмы берег начнем с комплектации очень удобные сумки практичные вот все лето мы с ними ездили прочно еще не порвались значит 1 это бак 12 литров для вас горячей воды второе это печка удобной сумочкой и со всеми нужными кармашками и третий большой сумм большая сумка это непосредственно сама палатка и тентики и так бачок 12 литровый достаточно удобная ручка есть заливная горловина труба внутренняя проходящая насквозь хорошо проваренная вроде все нормально все держит и кран который мы сами вкрутили подмотали ниточкой все это было в комплекте кран из которой льется горячая вода с этим надо быть конечно аккуратно осторожно инструктировать всех пользователей бани обязательно и так печка очень важный элемент мы расскажем о ней более подробно чуть позже сейчас остановлюсь на основном что мне пара порадовала очень это прочные стенки понятно здесь они двойные да то есть во первых об эту печку не соприкасается через нее пламя то есть соответственно она не такая накаленная конечно обжечься можно но тем не менее во вторых эти же теплозащитные экраны они играют роль короба для камней и предыдущие жестяные печки у нас конечно все давились минулись мялись гнулись но вот это вот выдержала уже несколько да и видно что еще выдержит камни держит не деформируется это очень важно потому что печка банная без камней это не печка вот эта верхняя поверхность также нет напрямую не соприкасается с огнем и соответственно прослужит гораздо дольше видно что пошли небольшие деформации но это не критично и здесь идет ход дымовых газов то есть не напрямую они выходят а делая один ход через такой небольшой теплообменник и соответственно выходит уже наружу это очень важно печка и конечно здесь очень удобно комплект труб также достаточно удобная вещь это крепление для ножек ножки здесь отдельно упакованы очень удобно вставляется потому что ножки тоже вещь такая печка вместе с камнями весят из полностью забитыми дровами достаточно много ставится всегда она не на ровный не на идеальную поверхность поэтому всегда появляются какие-то моменты нюансы с ее устойчивостью соответственно с прочностью ножек здесь с этим все в порядке так ну и непосредственно сама палатка окошко на случай мы ни разу его не ставили ну предполагаю что она пригодится хорошую солнечную погоду как сегодня например это перегородка между предбанником и самой парной очень хорошая вещь кстати мы и оставили она достаточно удобно крепится она позволяет еще быстрее еще выше набрать температуру в бане это такая навесной такой кармашек для всяких шампуней мылов и так далее принадлежности банды обязательно колышки так дверь раскладная очень хороший кстати элемент но это на многое на многих изделиях фирмы берег мы видели удобно в отличие от какой-то просто сетчатой тканевой двери вот такое каркасное решение но позволяет оперативнее открывать закрывать заходить выходить ну и сам тент не промокаемой ткани не пропускающий воду достаточно удобный в нем завернуты дуги дуги каркаса все упаковано еще раз повторюсь достаточно сбалансирована грамотно просто понятно удобно так начинается сборка палатки естественно с каркаса пару слов о каркасе алюминиевый сплав целиковый пруток цельный то есть не труба не фиберглаз не какие-то пластики то есть нормальная надежная хорошая трубка принципе вот за пять-шесть раз эксплуатации никаких даже намеков на какой-то разрушение на какие-то деформации пока нет пока все в порядке сборка тоже достаточно интуитивная простая но тем не менее в инструкции все описано собирается и одним человеком ну для большей скорости лучше к с двумя есть один единственный небольшой нюанс не сказал бы что это минус просто момент который нужно иметь ввиду что барашки все-таки когда откручивают люди да и при транспортировке особенно если грунтовые дороги какие-то там этот крайне до барашки раскручиваются и могут теряться где-то в этой же сумке в которой вы транспортируете соответственно вот мы сейчас после того как процедуры закончили мы их немножко обратно закручиваем не оставляем их выкручеными там почти на полную в комплекте кстати есть запасные барашки поэтому это не так критично но тем не менее лучше не терять все каркас готов дальше натягиваем темп по черновому тент накинут дальше идет уже подтяжка его внутри закрепление внутри так очень удобная здесь система креплений интуитивно опять же понятно и достаточно надежно все на липучках липучками стягивается все ключевые места крепление тента каркасу здесь вот нас молния для предбанника и мы его установим чуть попозже а сейчас пока задача равномерно натянуть тент по всему контуру палатки в полный рост метр восемьдесят пять моя высота можно здесь в принципе стоять неплохо плюс-минус и достаточно опять же она легкая то есть в рамках каркаса ее можно всегда передвинуть потому что часто бывает что место сомнительное непонятно удобно будет здесь неудобно поэтому передвигать ее удобно режиме палатки естественно можно подворачивать вход оставлять москитную сетку и будет прекрасная вентиляция также у нас для вентиляции существует вот это замечательное окошечко тоже всякое бывает кому-то нужно жарко кому-то нужно не сильно жарко всегда можно открыть и это дело все проветрить окно вставляется как вариант вместо этого вентиляционного люка но сейчас как раз окно испытаем в первый раз если ветра сильного нет оттяжки и колышки не используем и более мы такую выбрали лесную зону сегодня а дверь распашная про которую говорил но достаточно удобно и хорошо открывается одним движением руки не надо там с этой молнии и лозится просто толкнул открыл итак перегородка напомню предназначена для того чтобы отсечь предбанник где вот я мы стоим раздеваемся готовимся от парной и что в парной была максимальная температура влажность экономия дров перегородка ставится да очень важно здесь нужно рассоединить каркас и продеть перегородку в одном месте сейчас мы это сделаем то есть застегиваем ее а потом здесь у нас есть специальное отверстие вот через которое у нас каркас опять-таки обратно вставляется перегородки может не быть если вы используете эту баню как палатку для проживания нескольких человек все перегородка готова и соответственно здесь тоже свой вход средства гигиены можно достаточно удобно располагать в таком кармашке на входе крепится достаточно удобно за любую из дуг палатки сюда вставляются шампуни мыла различные масла все что угодно печка я считаю самая важная запчасть во всей этой истории ножки тоже повторюсь очень важная вещь потому что печка всегда стоит не на ровной поверхности на печке сосредотачивается очень не слабая масса сама печь полная дров сверху полная камней еще и на ней стоит водяной бак до 12 литров поэтому действительно с ножками у нас предыдущие печки первые наверное ломались ножки здесь недостаточно крепкие опять же простая конструкция все на вот этих винтах значит печка пока достаточно надежная нам нравится сейчас найдем камни здесь заложим ее как следует топка тоже сделано таким образом углы видите не прямые такие в которых скапливается постоянно золот уже тяжело оттуда и выгрести а такие немножко пока ты достаточно удобная форма для дров ну пока хорошо работает пока нам вполне нравится так узнать какую сторону если вот здесь будет стоять в вода лучше вот сюда потому что не дай бог кто не зайдет обождется тоже камушки на здесь камни да с бак устанавливается достаточно просто все интуитивно без лишних вопросов и труба собирается соответственным образом тоже так печь банная стоит таким образом с достаточно безопасным расстоянием до задней стенки сверху ставится бак 12 литров вода нагревается за счет охлаждение этой водой трубы ни в коем случае нельзя держать бак сухим из бака течет реально горячая вода это статьи меры предосторожности и безопасности очень важно здесь надо это иметь ввиду закипает достаточно быстро то есть можно в принципе нагреть за один сеанс парень и спокойно 23 таких бака без проблем если печка хорошо работает ну что еще здесь у нас будет сложены дрова подготовлены начнется растопка заложим печку камнями напомню про то что стенки выполнены достаточно таким силовым образом видите загнуты специально усилены края для того чтобы стенки держали камни то есть на этой печке уже не раз были камни как видите она цела невредима масса достаточно большая на ней деформируется и также вот эти поверхности конвективные теплообмена позволяют засасывать воздух снизу вот здесь он подается и выходить сверху уже нагретым ну то есть принципе реализовано два метода нагрева и инфракрасные и конвективные опять же отверстие очень грамотно расположена для подсоса свежего воздуха все очень сбалансировано и здесь место достаточно для парения двух-трех не более человек удобный совочек для выгребания золы для шубуршения дров крышка с таким специальным искрозащиты да не просто отверстие но она определенным образом защищена от вылетания иск и при этом тяга воздуха не затруднена она присутствует и и вполне достаточно и крышка раньше это было всегда консервная банка практически таких же размеров крышечка которая регулирует подачу воздуха то есть если мы хотим придушить печку чтоб она в режиме тления работала мы оставляем мало отверстий хотим побольше вставляем побольше хотим чтоб печка гудела снимаем крышку ну банька неплохая вполне стандартный вариант как принципе на большинство таких бань вот если хорошо протопить печку нагнать жару а потом зайти то вполне неплохой жар эту баню можно машину закинул любое место дотащить донести там довести вот печка сборно-разборная неплохого здесь мне кажется жарковато даже сколько по ощущениям как самая жаркая градусная 60 на 50 вверху хотя как-то на качагарь если качагарь долго и дойти только сразу парку подать то будет и больше а а а Продолжение следует...